Всем привет, ребят! Как-то на стриме меня просили комментировать свои действия в PvP, но в лайв-формате нужно сосредоточиться на игре и комментировать немного не получается. Я для вас выбрал два совершенно разных боя с верными решениями и ошибками. Не знаю, зайдет ли вам такое, посмотрим по лайкам, первый бой вы уже видите, приятного просмотра. Так, сейчас подскину парус. Первоначально, конечно, поступаем как профессионалы. Ставим левый борт, поворачиваем направо и поднимаем парус. Как только появляется угол, скидываем его и бежим на пушку. Так делают все, потому что если ставить правый борт, на нем появляется больше пробоин и корабль тонет быстрее. Дальше нащупываем точку полета ядра, что логично, поднимая пушку и опуская. Не забывайте про сближение кораблей, также отдаление и волны. Все это очень хорошо влияет на полет ядра и очевидно на расстояние боя. Мимо и мимо. О, у меня бедро с первого раза черпануло, без задержек. Так, почел попал, еще попал. В данном моменте я долго не мог навести пушку, пробить и не было. По нам в это время немного залетало и мой тиммейт, выставив угол, уже черпает и чинит. Это важный момент, потому что для победы мы должны быть максимально сухими. И когда мы собьем мачту или убьем пушкаря, нужно будет накидывать, а чинить уже не будет времени. Потому что нужно держать угол, так что чиним сразу. Нам очень сильно накидали, мы решили отплыть. Все дело в том, что если продолжить драться, могут сбить мачту и будет только хуже, а так есть шанс на ремонт и возвращение. У нас мало воды и первым делом смотрим мачту, а если она фул, бежим в трюм и забиваем доски. Рулевой в это время либо ставит угол, либо уплывает смотря бордера. Тут зависит от ситуации. Эйли, Дрю, спасибо за сотку. Как с пушек долблю. Ты видишь, что-то сейчас не попадаю ни хрена. Русалка? Я, например, после каждого такого ремонта проверяю карманы. На наличие ядер, досок, патроны еды. Это тоже можете взять привычку. В экстренных ситуациях может не оказаться еды и пиши пропало. Или патрон нет, а у вас бордер, плачевные ситуации. У меня кончились доски. Привет, чунок. Оптимист, привет. Погнали. Сзади уже присутствуются. This for a play, привет, Grim, привет. Да ё. Чё? Что за тайминги? Так, вот это тоже починю. А, борт ставил. Чуть носом в нас плывут. А, они сейчас будут ставить. Ну, да, да. Вот, ажамины, грантировые вообще. Хоровый, Савин. У тебя не до лета. А я понял уже. Сразу в шкурвал, да? Ну, да. Блин, пролетаю. Где моя бутылка розового гроза? Брон, Рыж, спасибо большое. Твитарий, гостинцы, хороших коток. Спасибо огромное. О, минус один. Если вы убиваете пушкаря, сразу давайте книппеля. Их рулевой будет уворачивать корабль или поднимать союзника. По вам обстрелов не будет. Но, конечно, бывают ситуации, когда рулевой начинает накидывать. Его тоже нужно перестрелять. Но главное зарядить два книппеля и остановить. В противном случае они уплывут и начнёт с погони. Слышу прям, что я его зачинила. Да почему пушка-то не заряжается, ё-моё? Блядь, три раза пытался зарядить. Ой, накидываю. У них там до хрена дыр вообще. У нас ноль. Чё, надо смотреть за углом. Они фул скинули. Уборка есть. Конечно, удача была на моей стороне, и я не попал ни одного книппеля. Решил обстрелять корабль ядрами, чтобы они отвлеклись на воду. Когда накидал много, полетел, естественно, к ним, и это хорошее решение. Залечу, не залечу. Блядь. Ну, была жёсткая ошибка, когда я летел. Думал, что перелечу. Когда увидел, что залетаю, побоялся, что ударюсь об текстуру и вылечу в море, так часто бывает. Но всё вслилось в моей голове так, что если улетаю в море, хоть зацеплю рулевого. Оказалось всё иначе, приземление удалось. Получается, что я поспешил. Из-за того, что не нанёс урон с мушкетона, вдруг поспешил фас зумом для настрела. И, короче, было обидно. Никогда не торопитесь, как я. Один в воде прям по мне расстреляет. Ты здесь? Сейчас может бордер быть. Я смотрю. Залезает один. Скинула. Сейчас я ее. Пробую книпель. Он за кораблем. Не без мачта. Я накидываю. Да, за кораблем. А мы на якоре или как? А, мы плывем, да? Мы плывем, да. Просто медленно. Сейчас сдали скорости. Упала у них мачта опять. Момент предельно понятен и не нуждается в комментировании, но я скажу, конечно. Они в нас врезались и решили ошибиться. Один пошел к нам, а мы остались на корабле, выжидая, когда он будет залезать на наш корабль. У них на корабле только рулевой с пробоинами и без десяти рук все успеть. Конечно, самое время дать княпеля, сбивая мачту, и тут главное удержать и добить. Сейчас левее надо будет. Следи, следи за садкушку. Я пытаюсь не чувствовать себя. Над головой пролесело. Блядь, неужели поднимет? И волна. И волна, ясно. Минус мачт. Опять держит. О, он стоит. Все, потому что? Нет. А, да. Ребята, добро пожаловать во второй бой. Будем вам комментировать, короче, с самого начала, вот так вот, без всяких нарезок и вырезок. Мы у форта проклятых. Это такой спаун, самый такой, знаете, здесь цветокор такой, то, что ни хрена не видно корабль, который по вам стреляет, не видно, куда ядро летит, когда вы стреляете. Здесь очень будет такой сложный бой. И это проигрышный бой. И еще будем смотреть на ошибки в лайв таком формате. Ну, тут не только, конечно же, ошибки. Первым делом, всегда, когда я стреляю, я пытаюсь вывести из строя пушку на корабле противника, блин, вот, чтобы он по нам не стрелял. Потом уже можно будет, например, там, абордаж сделать или пробовать книпеля. Но пока он по нам стреляет, мы должны его вывести из строя. Сейчас он, кстати, ребята хорошо здесь стреляют, но по ним видно, да, сколько они уже попали. И все, вот, летит мне в пушку. Это такой стандартный вариант нашей стрельбы, когда чугуны прямо в меня летят. И вот, вот в таких моментах, когда убивают вас на пушке, тут либо, короче, скидывать и уплывать, потому что вам накидают еще больше, накидают книпелей, вот встанете и, к сожалению, потонете. Либо, если они пролетают, конечно, можно уже пушковика нашего поднять, ну, то есть вас, когда вы будете играть. Ну, в данный момент сейчас посмотрим уже, что будет. Как-то я на пароме. Ну, я выхожу. Ксения у нас там черпает, профессионально забивает доски. Я вышел, нужно резко черпануть, выкинуть, черпануть, выкинуть. Противник в этот момент по нам фигачит. Ксения увела корабль, не стала закручивать обратно, ждать, когда я выйду и стану опять накидывать, потому что дырок может быть еще больше. И нам попадают книпелями по мачте и минус мачта. Здесь пока что, ну, в принципе, у меня ошибок, конечно же, нету. Здесь совершил ошибку вот этот бордер. То, что им нужно было выкрутить на нас и накидывать дальше. А то, что он к нам прыгнул, он, короче, совершил ошибку, потому что они нас отпустят. Вот в чем фигня. Здесь я его забираю и у них получается один рулевой, им нужно и чиниться, и поворачивать, и все делать. А у него не 10 рук, как я говорил по первому бою, да? И здесь я начинаю просто накидывать. Здесь книпеля заходят просто успешно. Здесь тоже я помогаю, короче, поднять. За этим тоже следите. То, что вы не только на пушке, там... Я стою на пушке, я ничего не буду делать. Нет, такого не должно быть. Вы должны быть везде. Везде следить за кораблем. Вы же капитан. Стреляете, подвернули, там, парус подняли и так далее. Все взаимосвязано. Вы там общайтесь с тиммейтом, не забывайте про это. Все-таки игра про взаимосвязь. И когда есть взаимосвязь, вы побеждаете. Ну, если это не читеры. А сейчас по игре, кстати, посмотрим. Я не знаю, там, чисты на руку или нет. Ну, наверное, да, они промахивались. Обычно такие попадаются, и там вообще ни одного промаха нет. Ну, короче, пока что все нормально. У них была ошибка в том, что они не стали нас добивать изначально. И полетел к нам бордер. Мы его устранили, и вот что из этого получилось. Мы, короче, подняли мачту. Зачинились до фула и снова стреляем. Здесь мы нащупываем. Вертим пушку вверх-вниз, вверх-вниз. Нащупываем ту точку, по которой летит ядро. Точнее, траекторию, да, я просто выражаюсь. Не всегда так, как все. Ищем точку. И накидываем. Также накидываем по нашему пушкарю. Просто отхерачить его, чтобы. Но, к сожалению, отхерачивает тут меня. Но я тоже ему попал. Вы, как бы, смотрите повнимательнее. Я им тоже вон там прессовываю. Это знатно. Пробитие имеется. Ну, и здесь, к сожалению, я не увернулся. Я даже плечико подставил. Но все равно мне залетело. Ксения вырвала корабль. Мы всегда выкручиваем в другую сторону и начинаем уплывать. И здесь нам нужно, по идее, забивать. Всегда вот смотрим мачту. Забиваемся всем, что нужно. Я обязательно чуню. Ну, а Ксения выворачивает, смотрит бордера. Тоже об этом не забывайте. Нужно обязательно всегда смотреть бордера. Потому что сейчас в игре такие проблемы. То, что бордера не слышно ни хрена. Даже вот вы будете стоять. Просто он появится там сзади. И мушкетончиком бахнет. Ну, или сделать дэкшот. Дэкшот это когда с пушки залетаешь прямо на корабль. Ну, и, короче, в данный момент я чуню-чуню. И мы выворачиваем корабль на нужную позицию. Ну, пока что, конечно же, уплываем, чтобы нам все это забить. Когда остается там парочку дуречек, уже можно бахать дальше. Ксения меня здесь заменила и стреляет. И я рулю. О чем я и говорил. Нужно быть взаимозаменяемыми. Здесь сразу прилетает чугун. Что нам здесь делать? Я пытаюсь урулить как-то. И не попасть тоже, чтобы чугун в меня не попал. Они совершают ошибку то, что... Вот, кусочком какашки я его обозвал. Потому что он меня забрал дальнострелом. Мне нужно было выворачивать от них им на нас, чтобы сбить опять мачту. И у них что-то это не получилось. Но получилось нас двоих отправить в этот самый. На паром. Моя ошибка была в том, что я вовремя не поел. Не уследил за здоровьем. И с дальнострела, конечно, он шотнул. А когда нету двух человек на корабле, тут уже, ну, как бы... Иши пропала. Меня сразу забирает. Ксения с ним сражается. Ну, здесь уже... Мы потонули. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова